Герои сказок, скамейки и клумбы театральный сквер возводили в рамках программы «Комфортная среда». Без участия населения нашего города мы бы такие объекты, конечно, создать не смогли. И вот как раз пример взаимодействия власти, взаимодействия нашего населения у меня за спиной. Идейными вдохновителями выступили жители 9-го микрорайона и депутат Андрей Белоконь. Раньше здесь был полуразбитый тротуар и темнота, хотя поток пеших нефтьюганцев здесь большой. Рядом два детских сада и школа. Она была очень темной. И вот идея была сначала, возникла осветить эту площадку. Ну а вместе с этой идеей уже подтянулись новые идеи. Это идея благоустройства. Благоустройство не просто благоустройство, а для того, чтобы сделать это все красивее, красивее, красивее. Результат жителям понравился. Взрослые оценили сквер как хорошее место для прогулок, а малышей больше привлекли сказочные герои. Мне понравились фигурки. Три кот-сапога. А почему? Ты сказку эту любишь? Да, я его смотрю, он такой смешной. Открытие маленького парка стало подарками для волшебной флейты. Летом артисты театра «Кукол» будут использовать новую площадку для проведения игровых программ. Все театры начинаются с вешалки. Вот это так было принято. А нефтьюганск начинает новую традицию. И теперь нетьюганский театр. Он будет начинаться со сквера. На зиму фигуры сказочных персонажей уберут для сохранности. А в ближайшее время добавят освещение. Прожекторы установят на близлежащих домах. На создание театрального сквера ушло немало сил и средств. Теперь дело за жителями. Сохранить все целым и красивым. Просьба сохранять, отдыхать, здесь воспитывать ребятишек на примере наших русских народных сказок. Ну а тех, кто захочет испортить сказочный городок, будет несложно вычислить. Вокруг установлены камеры видеонаблюдения. Открыли сегодня еще одно место для отдыха – детскую площадку во втором микрорайоне. Тут раньше была спортивная площадка. Больше тут было поле. Да, тренажеры стояли. Больше грязи было. Сейчас красивая, яркая площадка, на которой можно поиграть с младшими братьями, сестрами. Детский городок во втором микрорайоне рассчитан на детей с ограниченными возможностями. Здесь есть специальные развивающие зоны. Площадка уже готова для игр. Осталось закончить небольшие работы. Мы маленько по срокам перенесли, потому что основной упор был до снега успеть сделать, пока земля не замерзла площадки. Да, будет ограждение вокруг всей площадки. Также будет над каждым подъездом добавлено хорошее освещение. Кстати, к сегодняшнему дню завершили возведение и остальных объектов благоустройства. Новые места для отдыха также появились в 16 и 16 А микрорайонах. Кристина Кочерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».